Я проводник, чей твой... Вот эта марионетка в спектакле «Лист работы Нигля» исполняет роль проводника. Это один из самых необычных персонажей постановки, один из самых метафоричных. Он такая метафора смерти вообще. То есть вот у него песочные часы вместо тела, потому что он как бы отсчитывает время этого Нигля, время главного героя и забирает его в какое-то далекое путешествие, в другой мир. А вот и сам Нигль, главный герой спектакля «Театра Саквояж» и рассказа Джона Толкина «Лист работы Нигля». Прочитав эту философскую сказку впервые, рассказывает Роман Соколовский, ставить решили практически не задумываясь. Нигль, что в переводе означает «ничтожный маленький, маленький человек». И вот это художник, который стремится к своей мечте, вопреки каким-то обстоятельствам, которые складываются в его жизни. Вообще о жизни каждого человека, о том, что у каждого есть свой какой-то путь, свое восхождение. То есть вот такая философская история. Главные роли в спектакле будут исполнять марионетки. На сцене кукол будет сразу несколько. Их, как и всегда, в театре мастерили самостоятельно, придумав все с нуля, от внешности до костюмов. На сцене можно будет увидеть и живых актеров, а декорацией послужит песочная анимация. Это, ну как бы, быстротечность времени, потому что если стираешь песочную картину, то больше ее восстановить невозможно, такой, какой она была. То есть это очень такой скользающий вид искусства. Премьера философской сказки, которая будет интересна и понятна и взрослым, и детям, намечена на 28 июля. Спектакль покажут в Лазаревском камерном театре. А еще выставят на конкурс черноморские театральные встречи в Новороссийске. Им же откроют в сентябре творческий сезон в Сочи. Привет! 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 А пока театр продолжает репетировать и принимать гостей. В саквояжи Романа Соколовского всегда рады детям. А тем, кто не может прийти в театр, театр приходит сам. В рамках городской программы «Сказка-терапия» саквояж показывает свои спектакли в детской больнице. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.